Равномерные и неравномерные движения. Рассмотрим движения автомобиля. Например, если автомобиль за каждую четверть часа 15 минут проходит 20 километров, за каждые полчаса 30 минут 40 километров, за каждый час 60 минут 80 километров и так далее, то говорят, что он движется равномерно. Если тело за любые равные промежутки времени проходит равные пути, то его движение называют равномерным. Равномерные движения встречаются очень редко. Почти равномерно движется Земля вокруг Солнца, проходя приблизительно равные пути за одинаковое время. За каждый год она делает ровно один оборот. Практически никогда водителю автомобиля не удается поддерживать равномерность движения. По разным причинам приходится ехать то быстрее, то медленнее. Движение стрелок часов, минутный и часовой, только кажется равномерным, в чем легко убедиться, наблюдая за движением секундной стрелки. Она то движется, то останавливается. Точно так же движутся и две остальные стрелки. Столько медленно, и поэтому их рывков не видно. Неравномерным является также движение молекул газа. Они, ударяясь друг о друга, на какое-то мгновение останавливаются, затем снова разгоняются. При следующих столкновениях уже с другими молекулами они снова замедляют свое движение в пространстве. Все это примеры неравномерного движения. Неравномерно движется поезд, отходя от станции, проходя за одинаковые промежутки времени все большие и большие пути. А так движется взлетающий самолет, открываемая дверь, падающая снежинка, лыжник или конькобежец проходят на соревнованиях равные отрезки дистанции за различное время. Если тело за равные промежутки времени проходит разные пути, то его движение называют неравномерным.